27 сентября 2021 года матчем Черноморец-Одесса-Ингулес-Петрова завершался 9-й тур УПЛ-2021-22. Оба соперника аутсайдеры украинского чемпионата. Ингулес 12-й, 8 очков, Черноморец 14-6. И если у букмекеров ставки на обе команды были примерно равны, то болельщики украинской трибуны, среди которых и я, отдавали предпочтение одесской команде 64 процента. Моряки сразу же могли повести в счете, но двумя отличными забросами Авагемяна поочередно не воспользовались Цветаишвили и Кравченко. Особенно второй, когда пробивал головой, я уже видел мяч в сетке Ингулеса, но мимо, бывает. Но тут же всплывают мысли о невысоком классе исполнительского мастерства. То же самое касается Иваната, который на 24-й минуте мог завершать навес ударом головой на брежней штанге, но выпрыгнул немножко позже, чем нужно было и опоздал на пролетающий мяч. Это ведь тоже мастерство вовремя выходить выпрыгивать для нанесения удара. В общем, я убедился, что не зря черноморец называют Динамо Киев 2, потому что в Одессе играют те, кто пока не подходит Мерчи Лучевску именно в плане исполнительского мастерства. Ну что же, у всех арендованных есть время доказать свою состоятельность, занять место в динамовской основе игрой в черноморце. Под занавес первого тайма пошла огненная трехминутка, когда Смирный обыгрался с партнером по команде в стенку, ворвался в штрафную и запулил мяч выше перекладины, я начал потирать руки в предчувствии. Сейчас пойдет ответка. И старое неписанное футбольное правило «не забиваешь, пропускай» сработало на все сто, только совсем не так, как и ожидалось. Все дело в том, что форвард Ингульца Ситала запорол выход один на один с голкипером черноморца. Кучеруб встал на пути мяча. Тут же пошла стремительная атака Одесситов, Смирный снова обыгрывается с одноклубником в стенку, и на сей раз, ворвавшись в штрафную Ингульца по центру в падении, отправил мяч мимо вратаря Гольчука точно в сетку 1-0 на тридцать девятой минуте. Но гости не сдавались. Одесситов спасла крестовина ворот, когда Полегенко очень элегантно забросил мяч головой за шиворот кучерюку. Черноморец пронесло, но это только первый тайм. Вторую половину поединка команды начали гиперактивно. То Ситалова, вратарская черноморца, уже шел на прострел Ковалева как танк, но Дубков в последнюю минуту выбил мяч на угловой. То уже Михайленко расчехляет свою пушку, и Гольчук тащит тяжелейший мяч, зафиксировав Круглова со второй попытки. Вы знаете, уважаемые любители футбола, я доволен, что решил посмотреть этот матч. Кроме борьбы, очень интересное развитие событий на поле. Да, порой и чаще всего не хватает мастерства футболистам, но все компенсирует всезажигающий огонь в глазах. Особенно в этом плане отличался Ситала, которому никак не удавалось поразить цель. Хотя мог сделать, забить черноморцу неоднократно. Впрочем, как и команда Юрия Мороза могла наказать ингулец, в основном за ошибки. Например, когда Бугай перехватил мяч в центре поля после небрежного отброса мяча назад игроком ингульца, и по левому краю в одиночку устремился к воротам, но удар пошел как мимо голкипера, так и мимо рамки. Из таких вот захватывающих моментов и была соткана вся игра. Уверен, Бугаю в раздевалке тренеры вспомнят и этот запоротый момент, и следующий, когда вместо паса в штрафной решил пробить в падении. Потому что на 86-ой минуте ингулец заработал пенальти, и Бартулович послал мяч в самый угол ворот. Один-один. Завершение было просто шикарным. Атака на одни ворота тут же сменялась с контрвыпадом на противоположные. Выиграть мог как Черноморец, так и Ингулец вырвать победу. Так что смотрите УПЛ, и не только матчи лидеров не пожалеете. С вами был Саныч, до новых встреч!